Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Ну что, поработаем комментариями, упоминаниями, вопросами. Итак, вот письмо от Сергея Матвиенко, 14 февраля, то есть сегодня. Значит, вот он пишет, наконец-таки. Так, Геннадий Петрович, миленький, есть! Первый самостоятельный стул есть! Первый самостоятельный стул, а уже там какие-то, какие идут сутки, 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 сутки. Какие там? Наверное, 60-е? А-а-а, вот он он. Мой сердце шампиньон. Так, гвоздика хочется кушать после овощей. Раба джам джабарим джабарай дам. Та-да-дай, та-да-дай, та-та-тай-дам. Та-дай, на-на-на, на-на-на, на-на, на. Еще, 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 еще. Это он тут все там шлет, шлет, шлет. Сон ему хороший приснился. Так, ага, 14 февраля, 63-й день выхода. И только появился самостоятельный стул. То есть у человека были постоянные запоры. Вот я ему говорил, 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 и то, и все, 5-е, 10-е, что надо, надо, на выходе из голода появляется сухость и холод в организме. И это, в первую очередь, сухость сказывается на том, что в анусе, в прямой кишке возникает вот эта сухость, и каловая масса обезбоживается, и возникает, ну, будем говорить, запорный запор. Короче, трудно потом им выходить обезвоженным сухим массом. Что-то такое пришло, ну-ка, глянем. Вот. Поэтому, для того, чтобы все это было более-менее, менее-более, надо делать, вставлять вот такие вот свечки из замороженного сливочного масла. Это убережет вас, ну, в первую очередь, лучше будет, значит, вот эта ампула прямой кишки работает, раз. Уберет сухость 2, то есть, не будет стягиваний там в районе крестца, там, поясницы. Вы не будете тужиться, у вас не будет никаких разрывов в прямой кишке. То есть, это отличная вещь. Поэтому, поэтому, это надо делать. Кстати, вес у него на сегодня 68 килограмм 900 граммов. Говорю ему, меньше-меньше мотайся, потому что это все ведет к тому, что перевозбуждает. Ну, насколько это все это. Кстати, вот, ему приснился сон. Не знаю, с каких соображений он пишет, что действие якобы в Таиланде. Он был в Таиланде, что ли? Ну, ладно, сон. Я в Таиланде, вокруг джангли, стою в высокой траве до колена. Значит, рядом со мной находится черная свинка, довольно крупная. Я делаю шаги и замираю в такой шагающей позе, понимая, что под ногами крутятся гадюки. Тонкие, черно-зеленые и до полуметра длиной. Говорит о том, что полевые паразиты, полевые паразиты, все-таки получили отпор. Они уже не такие огромные змеи. Помните, как у него там раньше была огромная змеище? Гораздо меньше. Так, поза для стояния неудобна. И я берусь за свинку и держусь, боясь пошевелиться. Ага, свинка стоит рядом и тоже не шевелится. Босые ноги чувствуют под стопой прохладную траву. Отчетливо ощущаю, как под подошвой проползают еще более холодные, чем трава, гадюки. Предупреждение, смотрю в траву и вижу, что их 4 штуки. Они ползают вокруг, что-то выискивая. Выискивая, куда бы притулиться. В один момент собрались вместе, приглянулись между собой, посмотрели на меня прямо в глаза и, развернувшись, уползли. Куда делась свинка, не знаю. А я после этого пошел на дорогу. Дорога очень хорошего качества, с асфальтом и отбойниками. То есть, наконец-таки, на нужный путь оздоровления, здоровья человек выходит. Ну, дай бог ему так. Там встретил хорошего знакомого и еще какого-то знакомого лицо не разобрал. Так, значит, этот знакомый был на велосипеде, спросил, как далеко находится дом. А этот знакомый ответил, но второй знакомый его парировал, сказал, что только до Германии 1300 километров, а до Африки еще дольше. На этом все закончилось. Это говорит, что еще оздоровление там, оздоравливаться, оздоравливаться, оздоравливаться. Но, тем не менее, хорошие результаты это то, что начал появляться самостоятельность в стул у человека, который там хронически страдал с запорами. Что, значит, я ему посоветовал? Я ему посоветовал это, значит, вот эту свечку делать. Свечки делать, чтобы это более-менее как-то нормально было. То есть, запустить кишечник, который годами не работал, десятилетиями, это очень сложная работа, но, тем не менее, это возможно. Значит, кушать тушеные овощи, тщательно пережевывая, либо тушеные овощи сделали, вы их перетираете, вот, знаете, вот в пюре, и вот эту пюрешку, ну, там немножечко каких-то специй можно добавить там для вкуса, и не спеша поглощайте. Надо создать в кишечнике вот эту вот массу, которая послужит далее вот этим вот калом нормальным. И как раз от всех этих овощей и прочего-прочего, значит, будет питаться и слизистая стенка не высыхает. То есть слизистая стенка нашего кишечника, она должна соприкасаться с такими пищевыми массами, с которыми она нормально реагирует. А если идут какие-то другие пищевые массы, которые наберут, там, обезвоживаются обезвоживаются и, ну, грубо говоря, могут прикипеть к этой стенке, еще там что-то, еще там что-то, ну, это не то дело. Так, и вот последнее письмо он тут пишет, многоуважаемый вагон вагжатый, значит, все-таки он сделал клизму, так, и вот, что у него получилось, получилось, то есть, продолжают еще выходить, там еще полным-полно паразитов, я все у него спрашиваю, как у тебя там с пупком, с твоим пупком, потому что, вокруг пупка и под пупком там какое-то там затвердение и так далее, так далее, там как раз все эти паразиты любят это самое, располагаться, ну, вот как раз какие-то ошметки выходят, а тмин и гвоздику в каждом приеме пищи и в каждом приеме жидкости, почему я ему говорю, чтобы вот эта вот дрянь выходила, то есть, вот эти паразиты были постоянно под прицелом противопаразитарных травм, вот так, то есть, вот это вот последнее вышло, так сказать, так сказать, как говорится, да, Серджио, кратенький отчетик мне делай, раз, раз в день, запомнил, раз в день, прочитай это десять раз, чтобы дошло раз в день, не пиши, что ты там ел, что ты там, вот это пиши для себя, что там ты ел, так далее, этот дневничок понадобится тебе в дальнейшем, когда ты, допустим, будешь голодать или еще, чтобы ты понимал, какие продукты тебе подходят, какие там не подходят, мне уже это не надо, я тебе сказал, самое главное, ориентируйся по своему чувству вкуса, и потому ты съел и все переварилось, а для того, чтобы ты съел и все переварилось, промежуток должен быть между приемами пищи, а также, желательно, и между приемами жидкости, то есть жидкости, вот до еды ты выпил, а через полчасика там что-то там будешь вот это самое есть, чтобы вот эти все жидкости не мешали твоему пищеварению, то человек съел и думает все нормально, через полтора, через два часа он может выпить, а там как раз только пищеварение началось, и он только раз это все разбавил, все это, смыл, все это, а потом говорит, а что ж у меня тут не варится, а что ж у меня там запор и так далее, для себя свое там меню пиши, я тебе достаточно рассказал, показал, поэтому кратенький отчетчик, кратенький отчетчик, кратенький отчетчик, что-то там такое, что-то такое, так, ну а теперь непосредственно перешли на канал, поехали, песни класс, на мое последнее видео, так, дальше, так, 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 ну идем дальше, ну, вот интересный такой комментарий, в конце видео, это не занимается самообразованием, зашел разговор про питье, и я решил задать вопрос, после многолетних сухих голодовок, чувство жажды не только исчезло, но и когда явно нужно пить побольше воды, душа не принимает, и вопрос, пусть все идет так, как идет, или заставить себя пить воду, я говорю, что пусть все идет, как идет, дело в том, что дети, вот, годик, два, три, там, пять, может, семь там лет, что они делают, они в основном любят какие-то напитки пить, у них воды много в организме, процентов там, допустим, восемьдесят, где-то, и вот это им надо, у взрослых людей, чем он туда не старше, воды в организме меньше, и потребность в приеме жидкости, которая регулируется нашим чувством жажды, нам, ну, подсказывает, что не надо, я вот, например, пью довольно-таки мало жидкости, ну, тут не возникает потребности, и тут что еще получается, с одной стороны, организм лучше жидкость держит внутри организма, то есть, организм это не просто, знаете, такая, как бы, такое образование, когда вы там заливаете, там, что-то она остается, или проливается, или там, значит, это самое, промывает, и прочее, 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 у нас, в каждом нашем организме, все мы индивидуально, значит, что получается, свое количество жидкости, и если мы больше жидкости потребляем, то тем самым мы заставляем просто-напросто ее побыстрее проходить через организм, и оставляем то же количество, ну, грубо говоря, тут вот у нас, ну, допустим, у меня там, ну, пускай там, ну, грубо говоря, литров 8-10 там крови будет, не только кровь надо брать, это кровь раз, межклеточную жидкость 2, внутриклеточную жидкость 3, вот, зальем больше воды, это вы знаете, отлично, организм ее сразу выведет, зальем меньше воды, грубо говоря, вы не так часто ходите в туалет, то есть, организм сам все регулирует, не надо, конечно, знаете, как-то палку перегибать, слишком там засушивать себя, слишком много там пить, вы просто-напросто прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь, и организм вам скажет, сколько воды там выпить, сколько чего там выпить, хватит, не хватит, как вы чувствуете себя, нормально, ненормально, как у вас стул, в конце концов, если он слишком у вас твердый, ну, можно немножечко, чуть-то больше, допустим, водички, но в основном все это будет определяться по вашему мочеиспусканию, не делайте из себя какой-то трубопровод, и при этом думая, что вот это вы делаете какую-то пользу, наоборот, вы нагружаете свой организм, заставляя тратить энергию, заставляя расходовать вещества на пропускание этой воды через себя, так что особо смачивания не будет, как мы думаем, и там нам думается, а зато вот вред можно себе нанести, здесь идет из книжки, можете почитать, пользователь написал, зачем нужна вода, и так далее, и так далее, ну, для можете почитать, я лично для себя, знаете, я по моим вопросам уже составил для себя мнение, которое подкрепляется моими жизненными наблюдениями, это самое важное, мнение можно иметь любое, любое мнение можно иметь, но важно, чтобы оно подкреплялось какими-то конкретными делами, фактами, примерами, явлениями, и я смотрю на свой организм и понимаю, что вот столько мне воды и хватит, ну, такие вопросы задают, у моего младшего брата полное тело, но на вид не толстый, на животе жировые отложения, врач поставил диагноз перебанья желчного пузыря, раньше болел живот, ну, вот, на это надо обращать внимание, раньше болел живот, от чего он болел, почему он болел, а потом что-то там перегнулось, переплелось и так далее, то есть организм всегда как-то начинает сначала говорить, какие процессы у него идут и что желательно сделать для того, чтобы этого не было, а не то, что потом будем распутывать пузырь, так иногда спазмируются глубокие мышцы позвонки, так написано, но после питья упаренной урины боль на животе ушла, ну, знаете, как-то я про упаренную урину рассказывал, она лучше действует когда наружно применяется вот про то, что пить упаренную урину, но как любой раствор с сольной, горький, там, как бы сказать, не то, что там нужно, просто можно, просто понимать зачем, вот, знаете, он что-то выпил и так ему как-то там это само помогло, но я думаю, можно было и без этого обойтись, так, вообще-то, на мой взгляд, но когда занимается физической нагрузкой, глубокие мышцы начинают трясти и он быстро утомляется, кто вы знаете, что там, от чего там, как там, это будем говорить, не так как-то, знаете, вот вы написали и все, значит, белый налет на языке, ну, белый налет на языке, если белый налет на языке, имеется такой, знаете, как, как, как это самое, как сметана, ну, грубо говоря, вот если вот так вот, тряпка, это однозначно молочница, эта молочница, значит, уже там везде проникла, и все, так, он голодал 24 часа, уже 4 раза в месяц, но лед постепенно исчезает, значит, он сбрасывает вес после каждого голодания, а мама начала бояться 12-летнему мальчику, можно ли голодать, и я написал, я бы не стал, существует масса других оздоровительных мероприятий, и профилактических мероприятий, например, физическая нагрузка, распорядок дня, наконец-таки питание, мы все вот понимаем, питаться, питаться, значит, питание, и в результате все это можно выровнять, а если это не делать, а знаете, ну, когда я там буду сидеть там сутками играть там на игре вот, компьютерная, а потом там что-то поголодаю или еще, толку будет мало, и все это, знаете, вот этот жир, мыр, 12-летнему парнишке, значит, просто-напросто больше активности, я не знаю, насколько он там активен, больше активности, сменить питание, то он будет стройненький, и так далее, то есть, вы как-то это, ага, и дальше, можете подробно объяснить, ему еще рановато голодать, ну, вот только что я и объяснил, вот эти все вещи, вы, вот я вам все объясняю, но люди приходят, уходят, заходят, видео, прошлое не смотрят, книг особо не читают, у них постоянно, значит, тогда что-то там они увидели, вот первые видео, которые тут, вернее, последние видео, которые выложены на канале, и они задают вопрос, хотя это все давным-давно рассказано там, описано и прочее, 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 значит, можно подробно объяснить, что ему рановато голодать, только что я рассказал, это то, что вот эти все вопросы по сбросу веса, по раскручиванию вот этого там желчного пузыря, нормализация этих функций, решаются совершенно иными вещами, это физическая нагрузка достаточная, чтобы была в этом возрасте, это распорядок дня, это, в конце концов, питание, хотя бы так, и все нормализуется, а когда человек уповает только на одно средство, знаете, не замечая других, а вот я там голодом решу все проблемы, я пробовал решить все проблемы голодания, оказывается, не все решается, потому что есть такие вещи, которые требуют твоего собственного размышления, анализа, изменения своего собственного поведения и так далее, и так далее, а не тупо, что ты там голодаешь, а остальное все там сделается за тебя, нет, поэтому я и рассказал, значит, я буду благодарен, ну, поблагодарите вас, будьте благодарны, так, ну, пошли, пошли, пошли дальше, ну, вот такой, такой комментарий, фигуристы Костомарова госпитализировали с тяжелой пневмонией, в итоге отрезали две стопы и под вопросом отрезся рук, это что же за пневмония такая, вы знаете, я тоже это все слышал, прочитал там для себя как-то это, и что я хочу сказать, вот прежде чем ответить на вот такие вот вопросы, вопросы, это желательно с тем человеком побыть рядом, чтобы ты видел, с чего начиналось, как продолжалась вся эта эпопея, мы не знаем, мы только слышим, что была пневмония, а почему она была, а после чего была, а делал ли он процедуру, которая защищает организм, дальше какое-то там лечение было, а то там идут слухи, якобы он от высокой температуры использовал какие-то там холодные купания или обливания, что-то такое, ну, слышал, потом это, говорят, это опровергли, видите, просто ему нужно городить, 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 а истины-то мы особо не знаем, и дальше вот пошло, пошло, почему там, значит, начало, это самое, сворачивается кровь, и почему ее нельзя было вовремя, значит, как бы сказать, с конечностей разогнать, ну, не знаю, так, пишет, урина, мое центральное лекарство помогало, но почему-то плохо, когда домашние заболели простудой, значит, было применено урина, а опять-таки надо понимать, вот, где она эффективна, где, где какое средство, где какой метод эффективен, наиболее эффективен, а где менее эффективен, выпила синий йод, помог с первого раза, значит, можно еще найти, так, синий йод действует как антибиотик, вот, если это антибиотики, знаете, вот, есть антибиотики, которые, ну, будем говорить, сильные, есть менее сильные, есть там слабенькие, и так далее, урина более-менее там, грубо говоря, что-то там защищает от, особенно, мощеполовую систему, от разного рода инфекций, там промывает, но тем не менее, есть такая инфекция, которая, там, допустим, как цистит, и прочее, прочее, которое, значит, урина особо не берет, упаренная урина, там она вроде как получше, ну, грубо говоря, как ее засунешь, это так, знаете, про урина, а вот, допустим, другие вещи есть, ну, допустим, синий йод, а йод, все косит, а керосин, все косит, а деготь, все косит, полынь, много косит, но, допустим, там не все, то есть есть масса всевозможных противопаразитарных средств, естественных антибиотиков, там, начиная с коры, там, милы и прочее, 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 которые работают в одних случаях очень успешно, а в других случаях менее успешно. Ну, тут пишут настойка перегородок грецкого ореха, тадикамп, это зеленые грецкие орехи, на керосине настойные, кожура грецкого ореха на водке, это тоже отличное средство против простуды, а также настой на водке корнедиве сила, помогает даже при коронавирусе, на себе испытанно. Ну, вот, вот видите, сколько можно привести этих всех вещей, а я предпочитаю, я предпочитаю, знаете, вот, вот мы все упираемся в то, что мы не особо не задумываемся о своем здоровье, что мы съели, как мы себя чувствуем, вовремя ли мы ложимся спать, движемся, насколько мы эмоциональны, и прочее, прочее, и вот это все, это все, в итоге, сказывается, да, насколько нормально мы уходим в туалет, питание какое, все это сказывается на нашем самочувствии, на нашем иммунитете, и в том числе, можем ли мы эту простуду, от этого самого, оттолкнуть от себя, или нет, или же нам надо использовать какие-то дополнительные средства, для того, чтобы вот эти, с помощью противопаразитарок, подавить ту или иную простуду. Я за то, я уже, будем говорить, человек поживший, много там делавший, чем только не занимавшийся, и так далее, значит, я все это анализировал, и я пришел к выводу, вот для себя сейчас, что легче, легче не болеть, и все делать для этого, нежели, вы знаете, как некоторые, а я спасаюсь там, водкой с маслом, а я спасаюсь с керосином, а я спасаюсь там, еще там чем-то, еще там чем-то, и так далее, то есть, периодически им надо все это делать, а вот попробуйте жить так, чтобы вам, вот это вообще не надо было, и я вот последнее, вот эту вот зиму, вот в ту зиму, я это, болел, я там рассказывал, вот это вот, простуды и так далее, а жена хитренькая моя, она почувствовала, что вся эта вот бодяга идет, она профилактически керосинчик пропила, вот, я, значит, переболел, она не переболела вообще, это в том году, в этом году, и она, и я, вот вообще не болели, даже особо насморка не было, как-то даже вот это, благодаря тому, что тут и энергетика возросла, очень важно, чтобы у вас была энергетика на высоком уровне, потому что именно энергетика является главным защитником нашим, главный компонент иммунной системы, она отталкивает все, она пережигает, она создает атмосферу, в которой не живут вирусы, и так далее, и так далее, вы просто для себя, знаете, сравните, вот, грубо говоря, разного рода, там, астероиды, метеориты, они там по космосу летают, и так далее, а вот возле солнца, попробуй им пролететь, они сразу же сгорят в его атмосфере, вот примерно и человек становится таким, ну вот пишут, а где же достать девясила и корни, они помогают при болезни с памятью, настойные на водке, я писал о рецепт, знаете, вот я, опять-таки, на своем собственном опыте скажу, но одно дело, одно дело, если у вас какие-то сосудистые проблемы, плохое кровообращение головного мозга, ну вообще, знаете, есть смысл применять средства, которые очищают сосуды, но что касается, и это косвенно, косвенно будет влиять на, как бы сказать, вашу память, но именно на память вашу, на память, влияют совсем другие факторы, влияют это, постоянно умственная работа, занятость, вот это вот действительно, то есть ваш ум должен работать, тогда что-то будет получаться с умом, с памятью вы будете вспоминать, и так далее, то есть память будет хорошая, а сам вот этот умственный аппарат, он будет хорошо работать, вот я вам рассказывал стихотворение, которое я сам сочинил, «Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет», «Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова, про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, всё, что в небо увлекает, и с Творцом соединяет». То есть стихи можете сочинять, вы можете, допустим, из прочтённого как-то вспоминать, вычленять главное, отделять его от второстепенного, и помнить, у вас будет не просто, знаете, какая-то память, вот вы запомнили рецепт, а исходя из логики, исходя из знаний, вы эти знания так используете, что вы сами составляете ту или иную рецептуру, и понимаете, как действует тот или иной рецепт, или ещё что-то вещь, а то только, знаете, вот, 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 вот. Так, на эту тему видео было, да и в стримах говорили, отличная вещь, я гриб перенёс с ним, не знаю, вот к чему это относится, вообще легко, молодею на глазах, дёсны, как у ребёнка, розовые, кожа лица отлично, глаза не болят, а раньше болели при морщике, два раза в день энергетика повышается, телефон Тиграна давал на видео. А, это зелье Тиграна, это про зелье Тиграна. Зелье Тиграна, я тут также его использую, полощу там во рту, протираю глаза, это насыщенный солевой раствор, который действует, особенно противомикробно, довольно-таки хорошо. Вот лично на мне это хорошо отразилось. Насчёт, смотрите, дальше, я вот сразу же вам делаю выводы и объясняю, а почему именно солевые растворы вот так вот благоприятно действуют, солевые водные растворы. Вот смотрите, у нас имеется разного рода жидкости, в том числе, смотрите, кровь – это солевой раствор, слёзы – это более повышенный солевой раствор, и, наконец-таки, моча – тоже солевой раствор. Ну и вроде как в слезах там содержится даже побольше, наверное, вот этих вот солевых компонентов, нежели в моче. Но когда мы с вами мочу упариваем до одной четвёртой, мы концентрацию солей повышаем. И тогда она начинает действовать гораздо сильнее. Плюс это жидкость самого организма, и получается, что это мощнейшее противопаразитарное средство, особенно от разного рода бактерий, грибков и даже там полипов, если вы туда дальше там её доставите в толстый кишечник. Вот такие вот вещи есть. Ну а так, пожалуйста, телефон Тиграна есть. Вот ищите, не буду я вам ничего тут показывать, выдавать и так далее. Можете заказать и опробовать. Вот интересное дальше. И я думаю, на этом и закончим. Помните, у нас был вопрос насчёт улучшения качества спермы. Я сказал, вот то-то, 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 то-то сделать. И человек этот написал. Здравствуйте, я вам писал ранее про анализ спермограммы. Вы посоветовали голод. И я стал пробовать в течение полутора месяцев. После чего, то есть там голод раз в недельку. 24 часа, там 36 часов. Такова была рекомендация. После чего повторил анализ, и он улучшился значительно. Простое средство. А то там сейчас какие-нибудь гормоны, какие-то там ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Нет, тут совсем иные вещи. Иными вещами, механизмами, рычагами можно всё, что угодно делать. То есть существует масса рекомендаций. Одно дело, гормоны есть. Другое дело, так стимулировать свой собственный организм. Чтобы он вырабатывал полноценную сперму. Значит, улучшился значительно. Спасибо вам. Вот в чём вопрос. Значит, спермограмме, в морфологической теме. Ещё не всё отлично. Что можно добавить, чтобы улучшить и морфологию спермы. Я, значит, написал. Смотрите. Это блюдо на основе проросшей пшеницы и физические упражнения с небольшим оттяжелением. Оказывается, именно физические упражнения с небольшим оттяжелением, вот выполняемые, они дают стимул для того, чтобы организм был мужественнее мужчины. То есть, стимулируют выработку половых гормонов. Именно физическая нарушка. Физическая нарушка должна быть не такая большая, и она должна быть именно с усилием на мышце. Вот это будет очень положительно сказываться на этом. Плюс, плюс, вот теперь мы приходим, из чего там делают вот эти все эти лекарства для повышения половой активности. Они их делают, частично делают, на основе проросшей пшеницы. То есть, добывают из проросшей пшеницы, значит, масло, там витамин Е, тараде, тараде, тараде. Ну, пока это масло, пока это все это дойдет, знаете, в капсулах до вашего, так сказать, организма, кто его знает, что там активного остается. То есть, нам важно еще не быть какими-то легковерными. Вот скажут вот это О, витамин Ду. Оказывается, витамин Ду его рекламируют для того, чтобы продать. Ну, ничего он там особо не делает, знаете. Ну, ничего, витамин Ду. Тем более, в советское время говорили, вот, вышли, вот столько вас из одежды выглядывает, у вас стоп, стоп рук, значит, кисти рук, и этого уже достаточно, и лица, чтобы у вас вырабатывалось достаточно, там, витамина, там, Д и так далее, и так далее. И ничем вы не страдали. Вот, допустим, в Якутии, там, что там, много там солнца или еще чего-то. Вот, одно лицо и все. И этого хватает. И они особо не... И если нормально, вот, питается, что там им положено, там, этими оленинами и прочее, прочее, они себя прекрасно чувствуют и нормально живут. Ничего им не надо. Я занимаюсь, вот, гравитационный гимнастик, все там вам рассказывают. Вот эти занятия, тут еще гораздо больше напряжения идет. Но я, знаете, я на себе почувствовал, проверил и так далее. Ни никто там не сказал, ни где-то я там прочитал. Я все это увидел на своем организме. И мощнейшая стимуляция половой потенции. То есть выработка там все этого. Семени и так далее, и так далее, и так далее. И еще вот про сухое голодание. Голодала неделю на воде, бока обвисли. Могла бы и больше, но вышла из голода, не хочу быть шарпием. То есть все это на боках бока обвисли. А вот тут надо бы не столько, не столько голодать, как вот это вот отрегулировать с помощью физических упражнений и питания. Чтоб это все у вас ушло, потянулось. Потому что, естественно, да, смотря какой у человека возраст, все это, когда сбрасывается, все это такое раз, обвисает, обвисает, грудь также, особенно у женщин от голода, обвисает и так далее. Вот. Поэтому тут можно использовать иные вещи, чтобы вы получили тот результат, который вам нравился. Ну и вот вроде как сижу так, тут у меня тут вроде, отсюда я вижу так, грудник такой огромный, на самом деле он не такое огромное. лицо, видите, вы смотрите лицо раз, как бы маленькое, смотрите какой торс. Это все особенности того, как ты сидишь перед видеокамерой. И вот, наконец-таки, я нормально сел. Вот, смотрите, я нормально сел. О! Голова, лицо, то есть все пропорционально. И если вот так я подвину лицо, наоборот, это такое лицо, а если вот рука, можете сказать, а что ж у тебя такие руки большие. Это особенности селёнки. Вот. Так что, используйте разумное питание, движение, и этого достаточно для того, чтобы фигурочка была у вас нормальненькая. И естественно, здоровье было нормальное. Ну что, на этом мы и закончим. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком.